всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и мы продолжаем проходить игру под названием yes you grace ну что ж ребят немало событий произошло в нашем государстве мы узнали что на окраине нашего королевства зверствуют варвары одного из них мы смогли пленить и также нам поведали историю что некогда наш король эрик и его супруга пообещали свою старшую дочь выдать замуж за разбойника байрона ну ладно ребят помимо этого произошло и множество других событий таких не штатных в королевстве ремонт просьбы граждан которые мы стараемся исполнять так давайте теперь посмотрим казну что у нас обзор за эту неделю нам дали заплатили точнее налоги но при этом мы отдали 9 золотых стену генерал который пошел на поиски пропавшего мальчика хотя мы должны были лучше бы заручиться поддержкой одного из лордов но мы к сожалению уже отправили его раньше времени поэтому постараемся и больше ошибок не делать нам ребята нужно знать и вассалы ладно так что тут можно ремонт театра снимать штраф с казны за неподдержание удовлетворенности сломанный театр ну ладно пусть пока терпит нам нужно золото грэвна неделя 3 голубь прилетел так что у нас тут крестьянин торговец крестьянин дорогой эрик мы пересекли горы мы придем за тем что было обещано ибо боги одарили нас силы бейрон король радовий смотрите теперь он стал королем хотя это вроде бы просто ледином зачем конечно не обещали ему свою дочь не совсем понятно ребят пока но по ходу игры ребят мы все узнаем ладно это как уже угроза то есть них все таки есть король но надо будет допросить нашего пленника а там где есть король есть и войско что за ересь они несут какое обещание я не знаю соврать чтобы предложить руку моей дочери ну давайте с советником я думаю в принципе если не ему так ему доверять на что как вы никогда не упоминали об этом ваше высочество я не думал что мне придется сдержать свое слово мы не можем позволить варварам захватить трон наша казна почти пуста но мы всегда можем найти союзников я позволю вам приступить проверкам а я тем временем подготовлюсь я буду в зале советов ваша светлость ух ты щит до этого чуть не обращал внимание так ладно начинаем крестьянин торговец крестьянин по очереди все ваша милость несправедливость и голод поразили нашу деревню продолжай мужчины одеты в черное и пришли взяли наш запас все что осталось стоит отдать собакам я хотел бы просить 7 золотых монет или 5 мешков с припасами ваша милость таким образом мы сможем крайней мере в кормить наших детей ну золото я ему точно не дам не помираете же справитесь мне нужно пополнять казну блин ребят не знаю сейчас опять дам ему до припасы а потом сам страдать буду не знаю ребят нет пока нет не буду помогать боюсь я не могу помочь данный момент иди глубже в лес охотиться на крупных животных я просто надеюсь что мы не станем легкой добычей для монстров не станешь дальше следующий так архив сразу почитать охота так это я стать не читал еще давайте причем когда в замке двр напоился ордовец эрик сразу понял что речь идет об обещании которого он и его жена дали 30 до 13 лет назад аврелия разделила беспокойство эрика бейрон головорез из родовии придет из-за их старшей дочери ларсуле и письмо подтвердило опасения эрика родовцы пришли за тем что им было обещано так дальше узнав почему ларсуле расстроена король заверил ее что ей не будет навязывать брак услышав что стали тайком уходил из замка король на шутку переволновался он решил что лучше встретиться с ней поговорить об этом чтобы подтвердить историю ларсулии азалия перешла все границы когда ускользнулась замка без разрешения короля он решил запретить и посещать рынок но тогда мы все уже с вами знаем монстры монстры напали на деревню мы послали генерала посмотреть сможет ли он что-нибудь найти чудовища оказались разбойниками с родови место от которого не стоит ждать ничего хорошего родовский бандит был заключен темницу дальнейшего допроса родовианский бандит пролил немного света на то почему как родовцы были в доверни но он может пригодиться в дальнейшем ну да как я и говорил давай дальше подходи я пришел сделаю предложением ваша светлость мне нужен 12 золота чтобы нанять людей и приобрести ресурсы необходимы для строительства новой таверы таверны в бранке так и видите ли таверна будет служить не только для того чтоб там могли выпить местные жители деревне действительно хорошо расположена там бывает много посетителей но они никогда не задерживаются надолго новая таверна изменит это и будет гарантировать стабильный доход я поделюсь прибылью как только начну зарабатывать на этом деле ну в принципе другой раз если послать его хотя хотя в принципе прибыль бы нам не помешала там еще у нас крестьянин давай-ка приходи-ка в другой раз мне нравится предложение но наше казань не может позволить себе такие расходы прямо сейчас верни через пару недель до ваша светлость болезнь наши деревни распространяется ничего серьезного не думаю что все лихаря это не чихает повсеместно болезнь появилась из ниоткуда как будто темная сила обрушилась на нас так я не могу предложить много но вот все что есть блин давайте немного надеюсь этого будет достаточно для вас и ваших соседей спасибо это даже больше чем мы ожидали у вас доброе сердце ваш светлость ну в принципе сильно не потратились это хорошо я уже прочитал письмо так генерал таки не пришел у меня жители деревни сообщили что мужчина одетые в черное крадут их запасы мы посоветовали сельским жителям попробовать охоту подальше от дома надеюсь они смогут пополнить свои запасы быстрее загадочная болезнь распространилась по деревне дабы помочь жителям деревне стать на ноги король отдал 8 мешков припасов но это нормально ребятам сильно не потратились главное конечно нужно копить ресурсы иначе как мы будем выживать подземелья зал совета ну давайте зал совет расходим и так эй ты ты как глупышка но с картошкой но с картошкой но с картошкой нет не нормальный нос да как нормальная картошка ух ваша милость ты не должна играть здесь все дани я всегда говорил тебе не играть здесь но это мое самое любимое место у тебя здесь так много интересных вещей отец ну пожалуйста позволь мне остаться здесь я ничего не сломаю обещаю так у нас важные переговоры дочурка давай иди поиграй саду отец не ворчи и иди-иди увидимся саду позже я купил он на рынке не уверен насколько он точен на улице красиво ваше высочество я назначил разведчика он даст нам знать с чем мы имеем дело а пока что мы должны пригласить короля талиса он может нам помочь нажмите на вкладку союзники на панели ресурсов чтобы увидеть своих потенциальных союзников вот это интересно так банкир король талис мы можем поговорить с соседними лордами но сначала я бы предложил пригласить талиса здесь вы можете посмотреть детали каждого из ваших потенциальных союзников вам нужно иметь голубя в наличии чтобы отправить приглашение это сила его армии наверное три тысячи три тысячи воинов какая-то рада 60 воинов и у нас всего лишь сотка банкира пока приглашать не будем отлично талис должен посетить нас течение недели с его армии мы сможем отразить атаку родове и неважно чем они придут спасибо одри чем могу служить вашего величества расскажи мне о приготовлении битве о чем вы хотели узнать ваше высочество готова ли наша армия противостоять врагу мы еще не знаем с чем столкнулись но с нашим нынешним войском мы не смогли бы даже защитить от крестьян с лопатами с вам света вид мог бы помочь нам поисков жизненно важен если мы хотим хоть какой-то шанс понятно расскажи мне королевстве чтобы вы хотели узнать ваше величество ресурсы это мы знаем ладно в принципе все это мы знаем это пока что все стены замка эти ворота вы любой но это мы читали может сломать их дочурка так и сидит его тут арсулия это ты кому же еще быть прощай я зайду к тебе позже ну так давай сейчас сходим в тюрьму потом сад надо поговорить с тем родовцем подземелья я не знал что король спускается в темницу поистине честь вы останете здесь еще немного может вы будете полезны не беспокойся обо мне я буду играть с моим другом м ваша светлость вы хотели меня выпустить ваша светлость знаете что боги спасли мы жизни не просто я думать и понадобится больше времени что подумать о своих поступках ваш светлость но я избранные боги пощадили мою жизнь не просто так пусть посидит пока еще подумает так в покой исходим туалетный столик аврелии где она приводит себя в порядок каждое утро любимый как ты держишься я я не знаю это так нереально позвольте выйти замуж за принца даже ладно увидимся позже это все мы знаем зал совета ну давайте сходим еще в сад как дела здесь так скучно да отец будьте осторожны не делал глупости а зале разве дело когда-нибудь ну по ходу ребят все пока что все надо переходить к следующему дню итак ремонт театра смотрите каждый раз минусует нам это довольность народа генерал на задание и мы опять теряем до 9 золота новые рыночные прилавки блин театр конечно подчинить но жалко пока мне деньги тратить на это тем более пока генерал еще не вернулся ладно пусть народ пока терпит гривна четвертая неделя вот и прибыл генерал ваша светлость я нашел сына крестьянина он потерялся в соседнем лесу в поисках дороги домой он ослаб и обезвожен но вскоре снова встанет на ноги так король талис вот он и прибыл едва ли какой свет может просочиться через эти окна эти залы когда-то светились эрик отец смотри что она сделала азалия положила фекалии под мою подушку как я могу смыть это вообще почему ты сказал я о том что я тебе рассказал о свадьбе так разве ты не видишь что у нас есть гость я ничего не сказал азалия давайте пока сделаем так я ничего не сказал азалия я никогда не говорила что это ты сказала мне конечно ты сказал теперь она не оставит меня в покое мы разберемся с этим позже а сейчас просит мой глаз если ты даже не сможешь справиться со своими детьми то я удивлен что ты все учтишь на троне и и что я все еще там где я и сейчас извини у нас много чего происходит последнее время я спрашиваю собираешься ты дальше оставлять меня стоять здесь как просто людин ах конечно давай поговорим в зале заседании у тебя много книг что может настолько важным что ты не можешь просто отправить мне голубя буду говорить прямо мне нужно войско родови угрожала мне и моей семье х родови здесь да они они простые люди неподготовленные давай так я дам тебе 3000 воинов они мы смогу справиться чем угодно что просто так х конечно нет видишь ли мой сын его плакал и стонал чтобы нашли ему принцессу он постоянно докучает не этим пришло время повзрослеть теперь жена будет занимать его они я ларсурия будет достаточно хороша для него она могла бы научить ему кое-чему а также хочу получить доступ к твоей прекрасной коллекции книг плюс все что ты сможешь только найти ты все ищешь лекарства для своей жены и если они не улучшилось ну это тебя не касается ты получаешь войско и я получаю ларсурию и доступ к этим книгам значит брак взамен на армию да конечно ты быстро уловил суть я немедленно отправлю свои войска хорошо так но мы это сделаем на моих условиях я не могу просто позволить тебе взять мою дочь в обмен на несколько сотен человек ну что ты эрик мы оба знаем что да верн видала лучшие времена когда придет родове кто защитит твой народ твою семью прикажешь крестьянам сражаться с ними с ними с виллами так и мы можем попросить смотрите я хочу три тысячи дополнительных воинов ты добавишь добавишь мне золото ты предоставить своего генерала но по сути ребят у нас есть один генерал он не справляется бывает что приходит у нас несколько людей просят помощи и у нас не всегда хватает генерал как в тот случай когда мы могли помочь этому лорду а было бы здорово ну и армия плюс три тысячи воинов это будет нас армия примерно 6000 воинов в принципе то что сейчас нас есть и какая армия будет даже не знаю ребят так мы уже защитимся но генерал предоставит нам дополнительные возможности или просто лучше армию не давайте генерала все таки я думаю так у нас будет два генерала нам попроще тогда нам попроще я думаю выполнять задание ты обеспечишь нас генералом что помочь нашим людям с их потребностями как насчет того чтобы я заплатил за одного из твоих хорошо я немедленно отправлю войско но я также хочу сразу же получить доступ в библиотеке а свадьбу организуем позже а то есть он заплатить генералу за задание когда могут выходить выполнять но может быть надо было все таки войск тогда попросить не знаю ребят тогда позволь мне забыться в твоих книгах думаю что я начну с этой комнаты хорошо ты сможешь найти меня в тронном зале если понадоблюсь посмотрим что у нас здесь прекрасно у вас есть союзник теперь вы можете заключать союзы приглашаю других лордов на панели союзников аурели сделала то на этом изображении а из это эмблема нашего дома о как это рога самого большого линия в доверне ну ладно а он сказал что генерал не предоставит нам как я понимаю но заплатит за этого наш генерал это за его услуги может быть надо все таки попросить войско ребят не знаю в этой игре игру каждое решение она судьбоносно скажем так союзники так он приглашен он нам дал войско банкира нам пока не надо аида кто такая-то приглашение отправлено я не знаю кто это мы отправили приглашение ладно банкир больше нас нет почтовых голубей нет ладно так а с ним можешь поговорить можно так как ваша жена есть и бирай уже разрешили свои войны за что они снова боролись земля колдовство я не знаю и мне все равно у меня есть свои проблемы фагасе все в порядке я всегда хотел посетить твой прекрасный город так почему не сделаешь это поезжай посмотри как он выглядит конечно лучше чем это крысиная нора оскорбляешь я бы хотел немного узнать о твоем сыне прежде чем ну сам знаешь брак что тут сказать у его королевская кровь и я плачу его учителям достаточно чтобы они бы чтобы он был как минимум наполовину таким же умным как я ты не оставишь меня в покое рик я пытаюсь сосредоточиться здесь как его эти книги полезны лечебная лихорадка как предотвратить дизентерию что-то про малярию это все бесполезно я не видел полому годами болезнь отступает почему тактицу россии да она все еще больно иначе бы я даже не стоял здесь но как я уже говорил это не твое дело я буду в тронном зале если понадоблюсь читай сколько хочешь так в покое зал совета стена замка надо сходить спера в покое здравствуй жена любимый ларсулия выходит замуж ларсулия выходит замуж что нет бэйрон нас нашел мы не можем позволить ему ларсулия выйдет замуж за его принца отаны я заключил договор договор с талисом брак в обмен на армию нет мы не можем позволить ей выйти замуж за варвара эрик ты сказал что найдешь способ подожди его это это хорошо замечательно конце концов его принц если ларсулия замужем за его бэйрон ничего не сможет сделать армия талиса может просто отпугнуть их о это потрясающий новости эрик замечательно кто будет организовать свадьбу гости меню нам нужно украсить тронный зал нам нужно купить цветы и украшения о и нам нужны музыканты тоже я позабочусь об этом посмотрим что у нас казной в конце недели арсулия уже знает нет я пришел сразу к тебе понимаю она последнее время капризничает может быть лучше если я скажу и кстати может быть да мать лучше скажешь чем отец я думаю будет все отлично спасибо дорогой видишь я говорил тебе теперь можешь отдохнуть хорошо я останусь здесь хотел бы сейчас поспать у меня так много дел ну что ребят нормально все здесь до верни много аистов они очень изящные птицы и они и они символ нашего дома не знаю говорить нет на рассуде или май скажет лучше я не знал что но там услышали поясни честь это все на данный момент я ваш светлость выпустить нет этого параноикой я не знаю еще подержать пока может выпустить все таки его пусть сидит пока еще маленько что-то не скажешь ясно ничего такого нового зал совета сейчас уходим сад с ласули я на говорить не буду азалия да конечно я здесь нет а где она ваша милость как дела здесь так скучно где азалия черт не знаю не ну принципе так то все правильно сделали заключили союз конечно вот генерал поговорим с ним ваша милость это все я конечно поднимусь наверх ладно я не буду и говорить сам мы договорились что есть скажет мать это лучше будет вариант советник что скажешь так расскажи мне о приготовлении битве про армия с помощью войск катались а мы сможем разгромить силы родове и мы просто должен сосредоточиться на нашем королевстве подготовиться к свадьбе ваше величество это пока что все ладно переходим следующий меню а все-таки мне лучше поговорить а я же думал что жена поговорит настал сама поговорит я не стал ее беспокоить ну ладно поговорим это ты мне нужно кое-что тебе сказать у нас нет выбора ты должна выйти замуж за его принц и королевство оттаны это мне очень жаль что ты хочешь сказать этим что мое слово здесь не учитывается нам нужен этот брак чтобы заполучить войско который сможет защитить нас война грядет так я должна пожертвовать собой ты вообще подумал каких-то других вариантах ты вообще хотя бы пытался предложить хоть что-то кроме своей дочери но я знала знала что когда стану достаточно взрослый то ты просто продашь меня тому кто побольше предложит ты ждал того что уже не дождешься когда избавишься от меня да хотела бы я быть простой девчонкой и жить деревне ни о чем не беспокоиться иметь возможность выйти за того кого люблю они за выскочку которого я никогда в жизни не видела дурацкая свадьба дурацкий принц и ты дурак отец но мои расстроили ну на пах у нас пока что боль ты выбора то не было котик дать мяу что за запах это ты парень к ну уж точнее она так что у нас записями это выполнено задание так когда аурели узнала сделки эрика стали сам она была восьмом небе от счастья свадьба должна быть ларри шить все их не проблемы и во и во сын талисы королевского принца оттан и он будущий муж дочери эрика ларсулии свадьба ларсулии и в день когда короли даверна и оттаны подпишут договор и станут союзниками талис согласился помочь эрику в борьбе с родовцами но при условии что он выдав свою старшую дочь за талиса не за талиса за этого как его тут неправильный перевод маленько за его ну что ж ребят переходим к следующему позже этой ночью надеюсь это что-то важное ваша светлость ордовские силы были замечены поблизости мы должны отправить мы должны отправить наших людей чтобы выследить их они просили за ларсулии эрик мы должны что-то сделать отправьте генерала чтобы оценить ситуацию давай отправим стена нам нужно узнать что они затевают но я думаю правильно все сделал генерал отправил чтобы знать что происходит так по казне более-менее ситуация пока у нас улучшается конечно ребят нам нужно отремонтировать театр при этом еще подготовиться к свадьбе цветы ткани музыкантов нанять но при этом надо как-то еще и благословность народа получить а то она у нас падает с каждым разом ну это ребят мы будем наверное все решать уже в следующей серии а эту серию я предлагаю завершить здесь на этом месте ну а с вами был хакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк будем дальше проходить разные замечательные игрушки всем пока и до новых встреч пока пока пока